Здравствуйте, с вами был блог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Залужный доказал всему миру, что Зеленский не обладает тем величайшим из искусств и достоинств политика это умением промолчать. Своим единственным за все время интервью Залужный просто убил вот этот водопад, вот этого брехливого трепа Зеленского. Залужный выдержал паузу и дал одно единственное интервью, которое порвало мир и Украину в первую очередь. Разошлось на цитаты и стало, наверное, самым главным интервью за последний год, это как минимум. Такой контраст между вдумчивым, понятным, честным, стратегически продуманным интервью Залужного, где прицепиться не к чему, так контрастирует с этой дешевой, трепливой, вечной шелухой, с этой поносной пургой Зеленского, которую он мел с первого дня. Потому что то готовьтесь к шашлыкам, то миллиард деревьев в Базане, да, тут сойтись посередине, какая разница, как называется улица, если на ней лежит асфальт, какой разница, да, если под каким памятником. Зеленский нес вот эту бредовую околесицу уже скоро пять лет. И единственное интервью Залужного, которое было дано западному журналу, причем авторитетному, вот это интервью «Экономист», оно просто холодным душем облило общественное сознание и показало, какую крепливую, истеричную, галимую, тупую дешевку выбрали в президенты в 2019 году. Нет, ну, мы прекрасно понимаем, что Украиной, конечно, не управляет. Это хрипатое квартальное недоразумение, Украиной управляет Ермак. И та команда, которую Ермак подобрал под себя, чтобы управлять Украиной и разводить зеллю. Ермак, как уже многие заметили, приступил к стадии сливания в политический унитаз своего шефа. Я понимаю, что он не настолько глуп, как квартальный клоун, чтобы не понимать наступление момента, когда ответственность за совокупность содеянного кто-то должен будет взять на себя. Мне кажется, что недоюрист, недоучка юриспруденции Вова до сих пор не понимает, что согласившись на кресло президента Украины, потому что фактически те, кто его на это подписали, делали свой расчет. Вова уникальный типочек. Он не только подставил себя, он ухитрился всех, кто подписывал его на эту поганку. Всех! Макнуть мордой в политическое дерьмо и в уголовное в том числе. Потому что и Коломойский, и Разумков, и тот же Богдан, его первый глава администрации президента, они строили свои планы по совершенно другим лекалам. Они совершенно искренне не понимали, насколько глуп этот юрист-недоучка, насколько он примитивен и не способен к исполнению тех функций, которые на него накладывает украинская конституция. И поэтому весьма логично, что эти функции, ну как любое святое место пусто не бывает, взял на себя Ермак. Кстати, я вам скажу честно, что Ермак, ну он, конечно, незалужный, но Ермак в принципе не фонтанирует глупостями так часто и публично, как Зеленский. Понятно, что корона у Ермака где-то выросла примерно в пол Арестовича, но Арестович это патологический случай, серьезно. И поэтому вот это вот, то есть, и вот эти безуглые, потому что безуглая ведь это в принципе, это отрыжка Ермака, это Ермаковская торпеда, которая пытается как бы противостоять, ну настолько глупо, настолько неумело противостоять вот мощи заложного, мощь заложного абсолютно очевидна. Общественное сознание не может, разочаровавшись в одном персонаже, тут же не очароваться в ком-то другом. А Зеленский и Ермак по своей неопытности политической, ну и опять-таки глупость Зеленского, что же никто не отменял, они не выстроили сколько-нибудь существенную в общественном понимании солидную альтернативную фигуру. Потому что вот эти связки Стерненко с Притулой развалятся при первом же прямом эфире. Как только вернется свобода слова, и прямой эфир станет базой для общения будущих кандидатов на выборах, вот тут-то и будут задаваться вопросы, на которые ответить будет не просто нечему, тому же Притуле, потому что у него же там есть определенный анамнез, и даже политическая агитация определенная за ним стоит. То есть там очень много всего интересного. И при ответе на эти вопросы, они растеряют весь тот сегодняшний рейтинг, потому что, друзья мои, я хочу сказать, что все сегодняшние рейтинги, все сегодняшние расклады, которые есть здесь и сейчас, могут обнулиться буквально через неделю, две, три, а уж через пару месяцев так это вообще легко. Мы находимся в такой ситуации, когда предсказывать чего бы то ни было в политических раскладах и в том, кто сколько чего наберет, может только человек глубоко наивный и не разбирающийся в сути политического процесса. Когда говорят, ну а вот кто, вот кто вместо Зеленского, да Зеленский с Ермаком сами, сами своим пустопорожним трепом, метанием и набросом дерьма на вентилятор, они сами создали, ну фактически равнопостальный образ за Лужного, как такого кандидата, которого не сможет перебороть никто. Все, кто натрепали в политике языком, намели пустопорожние пурги и громогласно пукнули, сев в лужу, они априори уже на будущих выборах не смогут снять электоральную кассу. А на контрасте с трепливым недоразумением и вороватой командой Зеленского как раз Залужный и вообще армия, которая пользуется у нас невероятным доверием, фактически выходит на золотую тропополитической победы в тех выборах, которые состоятся обязательно. И попытки Зеленского сейчас подмять, под себя подтянуть каких-то военных волонтеров, вот эти судорожные сборы основываются на том, что они не понимают суть народного движения, они не понимают суть вот этих вот горизонтальных связей, перекрестных, и насколько суть Майдана разнится с политической интригой. Когда власть провоцирует Майдан, политическая интрига как лекарство перестает работать начисто. Но объясните это Ермаку, Зеленскому и всей Шобле невозможно по их физиологической причине это понимать. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте в соцсетях, а победа будет за нами, потому что за нами не заржавеет.